Выйдет апокатство. Изыйди из нее! Открой мне свое истинное обличие и возвращайся обратно в ад! Экзорцизм только разъярил его. Перед началом конца света полчища демонов падут на землю, и управлять ими будет сам сатана. Он сможет принимать разные формы, но только одна из них является истинной. Отпусти меня. Прошу тебя, умоляю, умоляю! Сэр. Ты точно экзорцистка? Ты не да, за кого я не даешь. Я держу тьму. Эта женщина, сам дьявол. Я во всем. От меня нельзя скрыться. Меня нельзя остановить. Заклятие. Последняя битва. В кино с 11 мая. Наметни со мной случилась история. Нет, не история. Со мной приключился полнейший ужас. И ты мне, конечно, не поверишь. Да никто не поверит. Я сам себе верю с трудом. Жизнь сложилась так, что я периодически подрабатываю в ночь охранником на одном строящемся производственном объекте. Подрабатываю одно название. На деле мы с напарником просто спим почти всю ночь. Ибо объект далеко за городом. И на въезде есть какой-никакой КПП, который отсеивает всех непрошенных гостей, которых ночью, как ни странно, почти не бывает. За ночь мы обычно делаем один или два обхода территории, чтобы спалось спокойнее. Напарник мой – простой деревенский парнишка. Человек, который найдёт общий язык с любым. Типичный свояк. Больше о нём сказать и нечего. Казалось бы, что тут может произойти особенного? Кроме как какой-нибудь кражи или бандитского налёта. Так вот, уж лучше бы меня ракетиры лицом в пол положили. Или ещё что. Чем случилось то, что случилось. Началось всё, как всегда. Мы играли в карты, травили байки, гоняли чаи и зависели в телефонах. Даже обход сделали от скуки. Пошёл третий час ночи, и мы решили, что пора спать. Стоит сказать, что в комнате охранников условий для удобного размещения туловища в горизонтальном положении, разумеется, не было. И спали мы в офисном здании. Напарник спал в соседней комнате. Табличка на двери, которой глотила комната отдыха водителей. На коротком узком диванчике, который ему с радостью уступил. Мои же апартаменты располагались этажом выше. В комнате неизвестного предназначения. На данный момент исполняющая роль своеобразного склада. Склад коробок со сборной мебелью. Особую ценность для меня представляли коробки со столешницами. Длинные, широкие, ровные. Они ровной стопочкой лежали у правой стены прямоугольной комнаты. Там я и погружался в объятия Морфея. Оба входа на второй этаж я закрывал за собой дверь. Дабы начальство, решившее проверить своих доблестных сотрудников, не вошли в комнату со спящим мной. Пожелав спокойной ночи друг другу, мы разошлись по своим лежбищам. Дверь в комнату я оставил слегка приоткрытой, чтобы в нее попадал свет из коридора, на случай, если придется резко вскочить и куда-либо бежать, дабы не нарваться на коробке с мебелью или не влететь в ту же дверь. Положив телогреку под голову, я почти сразу же уснул. Спал, однако, неспокойно. Несколько раз просыпался за ночь ни с того ни с сего. А вот в одной из таких пробуждений, я сквозь тягучую дрему почувствовал себя как-то не по себе. Я лежал лицом к стене, глаза мои были закрыты, а сознание немного заторможено, как это обычно бывает в просонье. Как бы это банально не звучало, но я лежал и чувствовал, что со мной рядом есть кто-то еще. Будто воздух из-за его присутствия стал плотнее, а взгляд его буравил мне спину. Я силой жал веки, чтобы отогнать из себя это чувство. Но вдруг услышал легкий скрип двери. Но я же один на этом этаже. Ключа дверей только у меня. Без шума, чтобы не разбудить меня, влезть никто не смог бы. Если бы это было начальство, то сначала бы они проверили моего напарника. А он бы уж как-нибудь озвонился, чтобы меня предупредить. Просто скрип, сквозняк. Древесно-стружечная плита двери прогрелась, расширилась. И ее центр тяжести слегка сместился, заставив слегка скрипнуть петли. Да что угодно. Я почти успокоил себя. Но дурацкое чувство чужого присутствия не хотел отступать. Собравшись уже забить на него железный бетонный болт, я вдруг услышал голос. Голос своего напарника. Он накликнул меня. Это повергло меня в небольшой ступор, потому что его тут быть не могло. Да и зачем? Если бы что-то случилось, он бы позвонил. Не успев найти логическое объяснение, я снова услышал его. Леха. Леха. Откликнуться на его призыв не было никакого желания. Может я все еще сплю? Тем временем он продолжал шептать едва различимо. Лех. Леха. Эй. Посмотри сюда. Ну же. Леха. Леха. От этого у меня мурашки побежали по спине. Мой затянутый в дремоту, как в болото разум, не придумал ничего лучше, как притвориться спящим. Вне зависимости от того, что моему напарнику было нужно. Ведь будь это что-то срочное или серьезное, он бы давно меня растолкал. Да я еще раньше проснулся бы, услышав, как он выламывает двери на личной площадке. Ведь так? Верно. А значит, решил приколоться или еще что. Ну и пошел он к черту. Но как же он попал на второй этаж? Может дубликат ключей выдали? Или еще что? Додумать успокоительные отговорки я не успел. Поток мыслей опять прорвал его голос. На этот раз громче. Он все так же призывал посмотреть меня на что-то. Просто стоял в дверях, не двигаясь и звал меня по имени. Посмотри, 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 посмотри на меня. Мне стало действительно не по себе с такого расклада. Что за чертовщина вообще происходит? Я хотел было вскочить и выбежать из комнаты. Но меня будто парализовало. Инстинкт самосохранения сработал самым странным образом. И велел мне оставаться на месте и не двигаться. И главное, не смотреть на него. Ни за что. Ты же слышишь меня, я знаю. Посмотри сюда. Только одним глазком. Глянь, давай. Он перешел на крик так резко, что я чуть не сдрогнул. С этого момента он просто орал. Тараторил как автомат. Без остановки. Как на аудиозаписи. Ни на секунду не останавливаясь, чтобы перести дыхание. Посмотри, 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 посмотри. Голос перешел на визг. Уже идиоту было бы понятно, что это не мой напарник. То, что стояло в дверях в трех метрах от меня, просто оглушило меня своим криком. И вдруг все стихло. А в ушах звенела отвиска и отрезка наступившей тишины. Как будто из комнаты в один миг откачали весь воздух. Ни единого звука. Я громко выдохнул. Пот катил с меня ручьем. Меня трясло. Но я не смел открывать глаза. Не знаю, что это было. Пусть оно и ушло, пролежу тут хоть до самого вечера следующего дня. Пока за мной не вломится напарник-сменник. Или злое начальство с целью вставить звездюлей. Стоило мне подумать, что все закончилось. Как вдруг, прямо у меня над ухом раздался голос. Нет. Это был даже не голос. Это было какое-то сплетение голосов. Мужской и одновременно женский. Какие-то фоновые визги. Как зажеванная пленка или бракованная пластинка. Посмотри сюда. Посмотри на меня. Посмотри. Я не знаю, как долго этот поток голосов продолжал литься на меня. Сквозь закрытые веки начали просачиваться слезы. У меня была истерика. Я просто не знал, что делать. Может открыть глаза? Я увижу что-то ужасное. Затем оно убьет меня, и весь этот кошмар закончится. Будто поняв, о чем я думаю, голоса начали говорить с еще большей силой и жаждой. Я уже готов был податься. Как вдруг в комнате загорелся свет. Тут же крики стихли. Сквозь закрытые глаза я чувствовал свет. И слышал. Слышал отрещание ламп. Завывание ветра на улице. Жорчание воды в ливневом трубопроводе. Все стало на свои места. Пролежав в позе эмбриона еще пару минут, я решил, что даже если это очередной трюк, то в третий раз я подобно в ванне переживу. И я открыл глаза. Все как обычно. Та же комната. Никаких следов чего-то присутствия. Только свет горит. Я же точно выключал его перед сном. Значит, мне все это не проснилось. Может, у меня есть ангел-хранитель? Неважно. Думать было некогда. Я быстро схватил свои вещи и ключи с телефоном. И поле вылетел из злосчастного кабинета. Пока я дрожащими руками перебирал связку и искал ключ от двери, ведущий на лестницу, я озирался как ненормальный и вздрагивал от каждого шороха. А в сторону кабинета я смотреть даже не смеял. Наконец открыл. Поле слетело вниз по лестнице, где я наткнулся на своего напарника. Моя реакция, наверное, показалась ему немного странной. Я отпрынул от него, споткнулся, упал и заорал как резанный. «Стой! Стой, где стоишь! Не подходи ко мне!» Он молча уставился на меня, как на идиота. Я пристально смотрел на него где-то с минуту. Потом встал, сказал, что кошмар приснился и пошел вниз. Он сказал, что слышал какой-то шум и как раз шел проверить меня. Я ничего не ответил. Оставшееся время я просидел в комнате охраны. А наутро, когда приехали сменщики начальства, сказал, что ухожу к черту с такой подработки. Объяснять ничего не стал. Сочли бы еще больным или наркоманом. В темное время суток я теперь стараюсь не выходить из дома. А если приходится, то только с достаточно мощным источником света. Спать же я теперь ложусь исключительно при свете. Даже купил бесперебойник. На случай, если ночью ток отключат. Кто знает, что может случиться. Не каждый день свет загорается сам по себе, чтобы спасти себя от чего-то ужасного. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok